Развитие Арктики открывает новые перспективы для предприятий Чувашии. Вопросы двустороннего сотрудничества глава республики сегодня обсудил с представителями корпорации Атомфлот. Портовой флот проекта Ямал-СПГ будет оснащен ледоколами, которые работают на сжиженном газе. Они должны обеспечить проходимость грузовых судов в районе Карского моря. В качестве поставщиков электротехники для ледоколов нового типа могут выступить и предприятия республики. Сейчас представители Атомфлота изучают предложения заводов. Те предприятия, которые вы уже вчера посвящали, сегодня будете посвящать. Можете свои задачи поставить перед ними, чтобы в перспективе через разработки ваши идеи могли быть реализованы. Параду культуры производства – это и оборудование, и отношение, и работу, и качество. На сегодняшний день, вы сами понимаете, Росатом, в первую очередь, интересует не только цена, но в первую очередь качество. Конечно. Потому что это влияет на ядерную радиационную безопасность. А в соотношении цены и качества, как раз и здесь Чебосатские 5 могут и выиграть. Строительство ледоколов обеспечит заводы гарантированными заказами на многие годы вперед. Только на первом этапе «Атомфлот» обязался произвести 9 судов. Цена одного ледокола 50 миллиардов. Из них 30% от электротехнической обороны, как минимум. Объемы выполнимые. Предприятия готовы предложить и технику, способную заменить иностранные аналоги. Мы при Росатоме презентовали наши предприятия в Москве. Они к нам тоже сейчас приедут. Специалисты, менеджеры, которые будут показывать мастер-классы, как нужно правильно подавать себе, с одной стороны. А с другой стороны, насколько возможности Росатома для дальнейшего развития. Заключить контракты с предприятиями республики в «Атомфлоте» планируют в ближайшее время. Поставить ледокол нового типа на воду необходимо уже в следующем году. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.